Ветхий Завет и его принципы разрушения, Новый Завет, принципы созидания. Сегодня я немножко так коснусь такой важной темы, что по Ветхому Завету, человечество было дал закон, но Слово Божие говорит, что закон не довел до совершенства никого, через закон мы познали, насколько мы несовершенны, и попытка исполнить закон, написано, что закон был обессилен плотью, он привел человечество к проклятию, к многочисленным болезням, которые хорошо описаны в книге Второзакония, 28 глава, и много катаклизмам. И в принципе закон, он нас подвел к чему-то, он нас подвел к тому, что мы в ком-то нуждаемся, что мы нуждаемся в поводыре, мы нуждаемся в некой сверхъестественной силе, которая помогла бы нам исполнить этот закон. Иисус Христос пришел на эту землю, и это была единственная личность, которая исполнила закон. До каждой буквы, до каждой йоты, он не сделал никакого греха, в нем не было порока, и он принес новое учение, и он помог человечеству заключить Новый Завет, который был закреплен на драгоценной крови и Денародного Сына Божьего. И сегодня мы также можем исполнить закон, но только не сами. Мы исполняем совершенный закон. Не исполняем совершенный закон. Закон Духа и Жизни. И исполняем его через благодать, которая живет в нас. Как апостол Павел когда-то воскликнул. И уже не я живу. Вече не живе я. Но что живет во мне. Но това, което живее в мен. То живет Иисус Христос. Това вече Иисус Христос. А что ныне живу сегодня, воплоте. Това, че живе воплоте днес. То живу чем? То живу верой. Через вера. Мы оправдываемся только верой. Делами пред Богом не оправдается никакая плоть. Никто из нас не может сегодня похвалиться, что мы такие хорошие, прекрасные, потому что столько добрых дел сделали. И никого от нас не может да се похвали, че мы направили много дела. И зато мы добри. Все наши дела пред Богом это просто пустая труха. И всички наши дела пред Бога просто праздники. Мы сегодня оправдываемся делами веры. которые Бог хочет через нас делать и делает, если мы это позволяем. Вот примерно об этом я сегодня хочу немного с вами поразмышлять. Я хотел сегодня затронуть всего лишь два принципа. Это духовные принципы, которые прописаны на небесах, и они действуют. Хотим ли того мы или не хотим? Я хочу открыть первое место. Оно написано в послании к Галатам. Шестая глава. С третьего стиха. И я прочитаю. На проекторе можно прочитать на болгарском языке. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, без Бога мы ничто. Без Бога мы ничто. Это очень важно глубоко понять. И многое важное такое разберем. Кто почитает себя чем-нибудь, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемые словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плот свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. И так, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверим. Аминь. Слава нашему Богу. И здесь изложен один очень простой духовный принцип. Что мы сеем, то мы пожинаем. Кто-нибудь уже столкнулся с таким законом в своей жизни? Он действует иногда очень быстро, иногда мгновенно. Иногда это возвращается через какое-то время. Но этот принцип, он всегда работает. Но тоже принцип в инаги работе. Здесь я хотел коснуться первых двух стихов. И вспоминал первые два стиха. Здесь написано, что «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом». О чем здесь идет речь? Параллельный стих. Вы можете прочитать. Вот здесь сноска такая, третий стих. И параллельный стих. Параллельное место приводится в первом послании к Аримфинам. Первое послание к Амкуринтяне. Восьмая глава. Восьмая глава. От второго до третий стих. Со второго по третий стихи. И здесь написано так, что «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должен знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Аллилуйя. И поэтому в другом послании апостол Павел говорит, что мои образования, то, что я почитал когда-то преимуществом, ради познания Иисуса Христа я почитаю от читой. То есть это абсолютно ничто в Божьих глазах. И апостол Павел в свое послание оказывает «Тво, кое ты смятал за преимущество». Предимство. Предимство. «Сигаку смятал за ничто». И написано так, что «Человеческая премудрость пред Богом есть безумие». И человечка-то мудрость пред Бога и безумие. И немудрое Божие. И твакой-то мудрое Божие. Оно мудрее всего человеческого на земле. Ты можешь с этим согласиться? Можете ли согласиться с этого? Вот знаете, ученые. Учениты. Я раньше тоже так думал. Я и сам являюсь научным сотрудником. Все, что я являюсь научным сотрудником. В Новосибирском научно-исследовательском институте иммунологии. В университете в Новосибирск. И знаю, что представляет собой та или другая наука. И знам, какого представляла одна или другая наука. Раньше я очень с уважением относился к ученым. И с уважением соотнасия к ученым. И я думал, что это правильно. И мысли, что твое правило. Но чуть позже я открыл. Но малко покоснул. Что на самом деле. Ученые. Остазнах, что ученые. Они ничего нового не открыли. Они открывают лишь то, что уже существует. Понимаете? Вот недавно я посмотрел видео. Как один ученый. Ну, кстати, в Новосибирске. Он открыл левитацию. И видео показывает, как он летает по небу. На каком-то вот таком агрегате. И он вычислил. И то я исчислил. Он вычислил, что... Ну, есть такой закон, который мы знаем. И мы один закон, который мы знаем. Жук, например. Определенные жуки или шмели. Упределение насекомия. Они нарушают... Брымбари. Да, брымбари, да. Они нарушают все законы аэродинамики. И те нарушают все законы аэродинамика. Вычислили математически, физически. И то я исчислил математически и физически. Ну, жук там, шмель в такой огромной заднице, да, извиняюсь. И крылышки несозмеримо маленькие. И крылышки-то со многом маленькие. Ну, как он может вообще взлететь? Как той может долететь? И ученые это вот вычисляли, вычисляли, вычисляли. И ученые-то исчисляли этого. И это невозможно. И этого невозможно. Невозможно, чтобы этот жук летал. И невозможно, чтобы этот жук летал. И невозможно, чтобы этот шмель летал. Но он летает, потому что он не знает о том, что он не может летать. Ну вот так ученые решили о том, что что-то необъяснимое происходит. И такая ученица решили, что нечто не объяснимо со случвом. А в Новосибирск ученый доказал, он исследовал и исследовал этих самых разных жуков. У меня есть видео, если кто-то захочет, могу это видео с кем. И как Пушкин писал, случайность. Друг гения. Вдруг он измерял крылышки, этот ученый. Ну естественно, чтобы их измерить, он их оторвал от жука. И когда он проносил одно крылышко над другим. Мы знаем, что крылья состоят из хитина. И вдруг он увидел, что одно крылышко зависло над другим крылышком. И когда он убрал руку, крыло зависло в воздухе. И ученый понял, что там действует какое-то магнитное поле. Два года ему понадобилось. Чтобы вычислить, что только один джук обладает очень таким мощным магнетизмом. И если его крылышки вот так сложить в определенную структуру. То можно даже над вот этой структурой и скрылышей подвесить даже металлическую скрепку. Можем для сосложения металлическая скрепка. Ну фиксатор некакий. Нечто малко металлическое. Да. Кламер. Я думаю, конечно, этот ученый очень много жуков вообще истребил за свою жизнь. Мисля, что он убил много брэмбарей. То есть очень... Потому что... Как? Головник тоже есть жуков. За два года он создал агрегат. И в последние годы он создал одно устройство. Из таких специальных полостей. Со специальной полостью. Там были задействованы, естественно, вот эти крылышки тоже. И там собили тези крылца. На которые можно было встать всем телом. В руку к этому. То есть я могу достать на сц. То есть я меняю направление. И сменение направления. Можно подняться в воздух и летать над землей. То есть я успел достать из дигны его воздуха и летел над замято. И ученый создал этот агрегат. И учение создало тоже два устройства. Есть видео, которое это доказывает. И маклипчику это доказывает у вас. Где этот ученый летел на этом агрегате ночью. Он не хотел, чтобы его видели. И то есть ученый летел над ваустройством, признаю что-то. Он не искал, как видят. Да, правда была в том, что он чуть не разбился тогда на этом агрегате. И той замалку штеше до сей разбии. Потому что этот агрегат был очень трудноуправляем. За что-то много трудно и могло до суда управлять. Он при легком наклоне мог развить мгновенную скорость. И многую лесную могло развить бурзу скорость. Ну еле-еле он где-то совершил посадку. И едва то и успел достать спускникам замято. Ну в чем он убедился? Ну за каквосты убедит той. Он убедился в том, что на этой земле можно летать. То есть убедит, что можешь долетить на та земля. И буквально левитировать. Долевитируешь. И не затрачивать при этом никакой энергии. Бензин не нужен. Ток не нужен. Ничего не нужно. И можно набирать просто невероятно колоссальную скорость. И вот этот ученый подумал. И решил. Что это открытие он не откроет никому. Потому что он подумал, что если военные дойдут до этих знаний. То какие самолеты и какие ракеты они могут создать. И он принял решение унести этот секрет в могилу. Ну вот такая вот истина. И она о том, что ученые на самом деле, они лишь открывают нам завесу того, что на самом деле уже существует. И ученые просто не показывают то, что в этом случае существует вам. И то, что сегодня ученые открывают. И то, что ученые открывают. Это настолько необъяснимо. И то, что каждый ученый, очередной ученый говорит такие примерно слова. И что всякий один ученый показывал примерно такие вот думы. Мы люди. Не смехор. Я человек. Я ученый. Я ученый. Но я знаю. Но я знам. Что я не знаю ничего. Че не знам ничто. Ничего. Че не знаю ничто. Есть вещи, которые мы и люди никогда не сможем себе объяснить. Никогда. И вот примерно. Вот такой закон. Что посеешь, что пожнешь. И такой закон, как вот ты посеешь, что ваше ты поженешь. Как он работает? Как в той работе? Объяснить это невозможно. Не можем только объясним. Но то, что ты сеешь... Ну такое ты сеешь. Например, один царь воевал, и у него была такая привычка, наверное, какая-то отличительная черта, он решил вот так отличаться, он решил всем побежденным царям, отрубать пальцы на руках и на ногах. Вот, и он вот так вот совершал, и потом он пошел в какую-то далекую землю, и там потерпел поражение от какого-то воинственного народа, и вы знаете, что они с ним сделали? Они не знали, что он делал, но они отрубали ему пальцы на руках и на ногах. Вот такой принцип сеяния и жатвы. Еще одно место, которое я сегодня хочу прочесть. А, немножко я сейчас еще вернусь. Послание к галатам. Послание к галатяне. Здесь в 4 стих написано так, 6 глава, 4 стих. «Каждый, да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог по ругам не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. «Делая добро, да не унываем, ибо свое время пожнем, если не ослабеем. И так, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверим». И очень важно читать вот этот закон в данном контексте. И много важно, да читаем то есть закон в контексте. Что здесь имеется в виду? Какво семя предвид только? Что посеешь, то и пожнешь. Какво-то посеешь, то и пожнишь. И апостол Павел чуть-чуть ниже объясняет. И апостол Павел объяснял. Сеющий в плоть свою. От плоти пожнет тление. Я немножко поясню по своей жизни, по своим примерам жизненным. То есть я могу инвестировать в дела плотские. То есть я могу затрачивать силы, энергию, время. На то, чтобы иметь все на этой земле. За да имам всичко на тази земля. Дом, там машина, богатство. Кышта, кола, богатство. Но как первый человек я знаю о том, что это все тленно. Но като вярваш човек, знам, че всичко това е тленно. И я не смогу это утащить. И няма да мога това да взема с себе си. Земли на небе. От землята на небето. Кто-нибудь может? Някой ще може ли? Но никто не сможет. Никто няма да може това да направи. Но если я буду инвестировать свой дух. Но ако инвестирам в духа. В духовную жизнь. В духовный живот. В духовных людей. В духовните хора. Потому что здесь так и написано. За что-то тут пишет така. Я только не подумаю, что я на что-то намекаю. Само не мисляй, а че намеком не замету. Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим. Кой-то наставлява да споделят у вас с тези, кой-то все что наставлява. В моей жизни были такие примеры. И в мое живот ему такие примеры. Когда мы видели, когда человек Божий. Куда-то виждахме, куда-то человек Божий. Мы вкладывали в него. Мы инвестировали в него. Мы благословляли его финансами. Благословяхме с финансами. Всячески его поддерживали. Подкрепяхме его. Куда-то его везли. Некогда его закарвахме. Чтобы он там попроповедовал. За проповедоватом. Мы считали его духовным человеком. И смятахме, т.е. человек задуховым. Вот я хочу сегодня такое свидетельство сказать. Когда я уверовал, мне было 25 лет. Я начал искать. Что я начал искать? Почему-то в моем сердце было такое четкое яркое представление. Какая должна быть церковь живого Бога? Какой должен быть живой пастор? Пастор, верующий в живого Бога. И, конечно, в моем представлении было, что это должен быть святой человек. И в моем представлении, то это должен быть святой человек. Беспорочный человек. Беспорочный. Но он, по крайней мере, должен быть гармоничный, успешный, интеллигентный, неглупый. Неглупый человек. Я вот искал такого пасторя-священника. И я взял таков пастори-священник. И знаете, я много церквей обошел. Я как-то об этом рассказывал. Бях много церквей. И во многих церквях я видел лицемерие. Ну, просто театр. Театральное представление. И много церквей виждах само лицемерие и театр. Но что меня больше всего отталкивало. Но това, което най-много ме е отблсквало. Так это то, что когда я знакомился поближе со священниками. Когато поблизко се запознавал с тези священници. Я вдруг узнавал. Неочаквано научавах. Что эти священники вообще далеки от Бога. Че тези священници са далечи от Бога. Они просто выполняли какую-то свою работу. И просто са исполнявали своя работа. И они так и говорили. Это моя работа. Това е моята работа. Вне за это платят зарплата. Плащат ми заплата за това. Вне церкви я один человек. Вне церкви я абсолютно другой человек. А из вне церкви я друг человек. Я могу курить. Мога до пуша. Я могу пить. Мога до пьем. Я могу блудить. Мога до бутством. Это полное мое право. Это мое право. И для меня это было просто такое лицемерие. Какая-то... Ну такая маска. Да. И конечно я просто разворачивался и уходил. Я был в мечетях. Бях в мечетях. И это тоже не в осуждение. А бяху в джамии. В Казахстане через мечети проходит огромный наркотический трафик. И в Казахстане през джамии минават наркотичен трафик. И трафик оружия. И все об этом знают. И всички знают за това. И я прихожу. И я хочу поговорить о Боге. И искам да поговоря за Бог. И потом узнаю освященники такое. И научавам за тези освященници такива неща. Но об этом ладно. Чуть позже я нашел такого освященника. И малко покъсно намерих такъв освященник. Который полностью вошел просто в какие-то мои ожидания. И кой целый е влязл в моето очаквание. Представление, да. Я даже назову его имя сегодня. Потому что он далеко. И он вряд ли услышит эту проповедь. Не возгордится. Это была целая семья. Това беше целое семейство. Немецкое семейство. Они уже родились в Казахстане. Пережили страшные гонения. Это была семья Алия Борнов. И вот у нас наш первый пастор с Натальей. Который нас благословлял на свадьбе. Это был Александр Алия Борн. Невероятно красивый человек. С синими глазами. Вот такой брюне с такими кудрявыми волосами. Очень такой высокий. Очень хороший оратор. Много добрый оратор. Очень успешный человек. Очень благословен. Благословен. За что бы он не брался. И за каквото да се захвате. У него все прекрасно получалось. Всичко се получало при него. Он сочинил много песен. Той написал много песен. Которые сам прекрасно исполнял. Които сам исполнял. Потому что у него был невероятный небесный голос. Когда я его встретил. Я получил. Это мой пастор. Нет никаких сомнений. Я буду следовать за этим человеком. И решить да следуем за этого человека. Куда бы он меня не повел. Я даже как-то рассказывал. Что я так повелил в его святость. Что я даже подумал. Что он в туалет даже не ходит. И каково же было мое первое разочарование. Когда он при мне сходил в туалет. Ну я услышал. Когато чух, че той отива до туалета. Я говорю. Ну вот. Человек. Всего лишь человек. Но все равно. Это был очень благословенный служитель. В те времена он был абсолютно. Ну можно так сказать. Я не нашел в нем порока. Он не курил, не пил, не блудил. Был чистый такой человек. С ясным сознанием. С ясным сознанием. У него было очень много откровений. И он сделал невероятное пробуждение в нашем городе. И той направил невероятное пробуждение в нашия град. Ну то есть такие люди существуют. Такие служители есть на земле. Такие служители ги има на земле. Если хорошо поискать, то всегда можно найти. Ако много добре потърсим, можем да ги намерим. Но очень важно всегда помнить. Но много важно да помним. О том, что мы все-таки следуем не за людьми. Че следуем не хората. Через какое-то время этот служитель очень сильно упал. И с тремя тоже служитель много силно упаднал. И очень сильно разбился. И много силно се разбил. И потом уехал в Германию. То есть заминал за Германию. Потом вернулся обратно в Казахстан. После се върнал в Казахстан. Пытался вновь поставить церковь. Опитывал се пак да возродит церквата. Но у него уже ничего не получилось. Но вече нечто не получало. Потому что падение у него было очень страшное. За что ты имал много страшного падения? Ну я верю, может быть, сейчас он уже поднялся. Но верю вам, что может быть, всегда вече то есть церковь. То есть что может произойти на уровне человека? Как вы можете сослужить на него, то на человек? Мы можем сеять в человека. Можем да сеем в человека. И мы можем пожинать. И можем да пожинать. Мы очень благословляли этого служителя. Много благослових мы тоже служителем. И Бог нас всегда, когда он был в хорошей форме, всегда нас очень сильно благословлял. Как то тоже служитель вил в добра форма. Бог много сил, но не благословивший. Ну как написано? В 30, 60 и 100 крат. В 30, 60 и 100 крат. Когда он упал, благословения прекратились. Сейчас я хочу привести пример на уровне государства. И это написано у пророка Осии. Восьмая глава. С первого стиха. Читаем. Трубу к устам твоим. Как орел налетит на дом Господень за то, что они нарушили завет мой и приступили закон мой, ко мне будут взывать, Боже мой, мы познали себя, мы Израиль. Отверг Израиль добрая. Враг будет преследовать его. Поставляли царей сами без меня. Слышите? Поставляли царей сами уже без Бога. Ставили князей, но без моего ведома. И серебра своего, золота своего сделали для себя идолов. Оттуда гибель. Оставил тебя, телес твой, Самария. Восплав гнев мой на них, доколе не могут они очиститься. Ибо и он дело Израиля. Художник сделал его, и потому он не Бог. В куски обратится телес Самарийский. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него. Зерно не даст муки. А если и даст, то чужие проглотят и ее. Поглощен Израиль. Теперь они будут среди народов, как негодный сосуд. Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одинокий, бродящий. Ефрем приобретал подарки и расположение к себе. Хотя они и посылали дары к народам, но скоро я соберу их, и они начнут страдать от бремени царя князей. Они начнут страдать от бремени царя князей. Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха. Ко греху послужили ему эти жертвенники. Написал я ему важные законы Мои, но они сочнены им, как бы чужие. Аминь. Вот такой расклад у пророка Осии. И два касса пророка Осия. На Израиле. Ком Израил. Который в то время отпал от Бога. Во время того года, то его отпадал от Бога. И пришли беды. И задушили бедствия. И пришли войны. Войны. И то, что они когда-то посеяли ветер. И когда они когда-то посеяли ветер. Так и написано. Посеяли ветер. Посеяха ветер. То и пожали целую бурю. И за то, что пожали на двехрушка. Вы знаете, Библия приводит такой неоднозначный пример. И Библия дава един много значен пример. В отношении Израиля. В отношении на Израил. Но это касается и всех стран. Но это касается и всех стран. Народ имеет того царя. И народ им атаков царь. Это библейский принцип. Твой библейский принцип. Которого заслуживает. Кого-то заслуживал. Если народ находится в спячке. В духовной спячке. А ку народу циномировав духовно. То к власти будут приходить безбожные люди. Такого к власти, что идут безбожные хоры. И начнется такой хаос и такое беззаконие. И что започено таков хаос и беззаконие. Который происходит сейчас. Кое-то случилось всегда. Посеяли ветер. Пожали ураган. Посеяха ветер. И пожинаха вихрушка. И вот здесь я просто приведу о том, что. Именно Ветхий Завет. Он отличается этим. И сезвы от вас отличало старый от Завет. Отошли от закона. Малку сезвы отлечаваш от закона. Пришло проклятие. И два проклятия. Вернулись в закон. Врышлась всяком закона. Начали как-то, хоть как-то его исполнять. И малку вечер его исполняваш. Искать Бога, находить его. Тричишь Бога, намираш Го. И приходило тут же благословение. И веднага идва благословение. Изобилие. Изобилие. Сейчас я перейду плавно к Новому Завету. И плавно, что я применю к Новому Завету. К принципу Нового Завета. К принципу Нового Завета. В заключение скажу только вот про этот закон. В заключение, самое что кажется, тот закон. Сеяние жатвы. Сеяние и поживанное житвы. Может быть, это смену сделаете? Потому что Оксана, мне кажется, устала уже. Про сеяние жатвы. О том, что закон сеяния жатвы работает как в положительную сторону, так и в негативную сторону. Закон на сейтбата и житвата работе как в положительную, так и в негативную сторону. То есть можно что-то плохое посеять. Можешь да посеешь нечто лошо. И не ожидаешь, что ты пожнешь что-то хорошее. Но если ты посеешь что-то доброе, Но если ты посеешь нечто доброе, Ты обязательно, Но по-любому, Ты обязательно на всякая цена Пожнешь что-то хорошее. И вот Иордан знает, как земледелец, Что посеешь одно зернышко. Иордан знает, как земледелец, Че как посеешь одно зерно. А встает целый колосок. Колосок поднимается. И от това зеранце излиза цял клос. Да, и в этом колоске могут быть и 30, и 60, и 100 зерен. И стой клос может иметь 30, и 60, и 100 зерна. Представьте, если посеете тон зерен. Представьте себе, как посеете один тон зерна. То ты пожнешь 30, и 60, и 100 зерна. Ты поженишь 30, и 60, и 100 зерна. Знаете, вот на этот год я скажу такое очень простое пророчество. И за тази година ще кажем много просто пророчества. Что этот год будет очень плодовитым. Тази година ще бъде много плодородна. В этом году именно про Болгарию я говорю. Говоря именно за Болгарию. В Болгарии будет большая жертва. В Болгарии ще има голяма жертва. Почему? За что? Потому что сработает закон сеяния и жертва. За что то ще сработи закон на насиятбата и жетвата. В очередной раз Болгария Запореден под Болгария Принимает беженцев Приема беженца И делает все возможное И прави всичко возможное Чтобы принять, накормить, трудоустроить За да ги приеме, нахрани, за да им даде възможност да работят Или если кто-то дальше едет, просто помочь А който иска да отиде по нататък, просто му помагат Оказать максимальную поддержку Да му се окаже максимална поддержка Так была оказана помощ евреям въвремя геноцида Така и била оказана помощ на евреите по време на геноцида Болгария спасла всех своих евреев Болгария спасила всички свои евреи Так была оказана помощ армянам въвремя армянски геноцида Също така и била по този начин и била оказана помощ на армянците въвремя на армянски геноцид И сейчас Болгария оказывает помощ украинцам И сега Болгария указывает помощь на украинците. Как вы думаете, благословит ли Бог? Как вы думаете, дали Бог ще благослови Болгарскую землю? Болгарскую землю. Вот у меня нет ни капли сомнения. Аз нямам и капчица сомнения. Что в этом году будет особенная жертва. Че тази година ще има особенная жертва. Потому что из-за военных действий За что-то поради военните действия Знаете, Украина занимала ведущую позицию. Знаете, че Украина Украина взаимаше водища позиция. По доставке, по обеспечению хлеба. За доставка, за обеспечавание на хлеб. Но в этом году. Но тази година. Я думаю, что По определенным обстоятельствам. Аз мисля, че поради определения обстоятельств. Сейчас уже делают всевозможное, чтобы посев не был совершен. Сега се прави всичко возможно, така че да не бъде усъществен посева. Но я верю в то, что Целый мир, всем миром. Но аз верю, че цял свят Целый мир будет помогать. Цял свят ще помага. И Бог благослови все те страны, Которые оказались неравнодушными. И Бог ще благослови всички тези страны, Които се оказаха неравнодушными. Можете ли да кажете аминь? Можете ли да кажете аминь? Это закон сияния и жертва. Това е закона за сиядбата и жертва. Каквото посеет човек, това и ще пожени. Бога обманусь, мы не можем. Бог не можем да го изложим. И сегодня я перейду ко второму принципу и буду уже заканчивать. И нещете отида към втория принцип и ще завърши. Второй принцип говорит. Вторият принцип казва. Возвышающий сам себя Този, който возвышава сам себе си Унижен будет Ще бъде унижен. А унижающий себя А този, който се смири Возвысится Ще се возвеси. Давайте мы прочитаем об этом в Евангелие от Луки. Дайте да прочитаем за това в Евангелие от Лука. 18 глава с 9 стиха 18 глава от 9 стих Перевод можете читать на проекторе. Превода можете читать на проекторе. Сказал также к некоторым, Которые уверены были о себе, Что они праведны И уничижали других Следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, Молился сам себе так Боже, благодарю Тебя, Что я не такой, как прочие люди, Грабители, обидчики, прелюбодеи Или как этот мытарь. Мытарь это были как Своего рода полицаи, предатели В израильском народе. Почтусь два раза в неделю Даю десятую часть из всего, Чтобы приобретая мытарь же Стоя вдали, не смел даже Поднять глаза на небо, Но ударяя себя в грудь, Говорил, Боже, Будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел Оправданным в дом Свой боли, нежели тот, Ибо всякий, Возвышающий сам себя, Унижен будет, А уничижающий себя Возвысится. Господь Иисус Христос Произносит этот принцип. Господь Иисус Христос Сам и произнесал Този принцип. Что здесь описано? Какое описано тук? Фарисей Возвышает себя В своих глазах, В глазах людей. Своите си очи, В учите на кого-то. А вы знаете, на то время В Израиле фарисея Это была уважаема Религиозная каста. А знаете ли, Че в Израиле По това время Фарисеите са были Уважаваны Религиозна каста. Ну как это, Если сегодня говорить Про православных. Ну как то, например, Но днес са православните. Или в некоторых странах Католики, да? Ведущая религия. А в други страны Католиците са водища религия. В протестантских странах Протестантские религии, уважаемые. В протестантските страны Протестантската религия. И где-нибудь в протестантской стране Какой-нибудь протестант Придет в церковь и скажет Ну я вот такой праведный человек. Например, в някой протестантской стране дойдет в церковь, протестантский священник и каже, аз съем таков праведен человек. Не то, что православный, да? Не като някой православный, например. Бухают, курят, делают, что хотят. Пьет, кушают, правят какого-то искат. А я вот себе такого не позволяю. А аз не си позволяем такого. А православный, где иметь в углу, на коленях бьется там. А православный стоит в углу, бей си главата в пода. Боже, прости меня. И казва, Боже, прости ми. И вот Иисус Христос может и нам сказать так, в упрек. А может быть Иисус Христос и на нашите каже същото в упрек. Вот этот православный, он ушел из храма более оправданно, чем ты. Ето, този православный излезе от храма под оправданно, отколкото тепло. Еще одно место, которое я хочу сегодня прочесть. Оно написано в Евангелие от Матфея. И още одно место, которое искам да прочитаю днес, и в Евангелие от Матфея. 23 глава. 23 глава. С первого стиха. Вот первый стих. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своими, сказал. На Моисеем седалище сидели книжники и фарисеи. И так все, что они велят вам, соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые. Возлагают на плечи люди, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои, увеличивают восклили одежь своих. Также любят предподлежания на пиршестых и приседания в синагогах. И приветствия в народных собраниях, чтобы люди звали их учитель, учитель. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос. Все же вы братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. И опять Иисус Христос повторяет этот принцип. И отново Иисус Христос повторяет този принцип. И здесь Иисус Христос говорит немножко другую мысль. Тук Иисус Христос скажет малко по-различный мысль. Он учит своих учеников. Той учит своите ученицы. Больше из вас да будет вам слуга. Нека по-големе от вас да ви бъде слуга. И знаете, вот я сегодня немножко об этом скажу. И знаете ли, нечто расскажем малко за това. Вы знаете, вот возвышать себя за счет того, что ты говоришь о том, что я такой хороший, такой праведный. Это как бы только одна грань, сторона медали. Знаете ли, само ината сторона на медали доказывает за това, че я съм таков возвысен, чудесен. Другая сторона медали говорит о том, что люди чаще всего возвышаются за счет того, что унижают других людей. А от другая сторона на медала, че хората често пъти возвышают себе си за сметка на това, че унижают други хора. Хорошо, что я не как этот митарь. Добре, че аз не съм като този бирник. И они могут и унизить, и оскарбить. И те могат да унизят, да оскарбят. Знаете ли, сколько мы оскарблений пережили, когда мы как миссионеры прибыли сюда, в Болгарию? Знаете ли, сколько унижения переживахме ние, когато дойдохме като миссионери в Болгария? И это не от Болгарии, это от наших людей. И то не от Болгарите, а от нашите хора. Да, первые люди пришли в церковь. Первые те хора, които дойдоха в церковь. Россия, Казахстан, Украина, Беларусь. Россия, Казахстан, Беларусь, Украина. И чуть попозже к нам приходит одна сестра. И малко покосно идва при нас една сестра. Она говорит, знаете, что вас говорят? И тя казала, знаете ли, какво говорят за вас? Знаете, что говорят о ваших образованиях? За вашите образования. Все знают, что у вас 4 высших образования. Всички знают, че имате 4 высшие образования. Но одна женщина мне сказала так. Но и одна жена мне казала така. Он идиот. Той идиот. Какое образование бы он не получал, он же идиот, он же умнее не станет. чуть позже пришли и сказали вы знаете что вас говорят что вы психически больной человек и к вам в церковь ходят в основном только психически больные люди вы знаете меня это так порадовало знаете элемент ваша реакция должна быть радостью сейчас и ваша реакция всегда должна быть радостью потому что Иисус Христос говорит блаженны вы когда вас всячески будут злословить за имя мое если вы помните мама с братьями Иисуса Христа пришли взять его почему? потому что подумали что он вышел из себя ну то есть сошел с ума вот они пришли и там у них ничего не получилось Иисус Христос говорит меня гнали и вас будут гнать меня злословили и вас будут злословить блаженны вы поэтому если вас вот и это произошло вы знаете на голом месте лично я никого не оскорблял и мы с Натальей удивлялись ну откуда это мы же никого не обидели мы же никого не оскорбили почему звучат в нашу сторону такие страшные слова и просто ну Наталья у меня психолог с высшим образованием я психотерапевт и мы прекрасно знаем и не прекрасно знаем вы знаете что очень чаще всего люди оскорбляют других людей много честно хората оскорбяват други хора потому что таким образом они возвышают свое собственное эго они возвесяват собственное си эго то есть так поступают люди с очень низкой самооценкой то есть така поступват хора с много низкой самооценкой знать моська так сильна что лаят на слона знаете да это басня има басня на крылов это една басня на крылов как една кучинца една собака лаяла на слона и думала что она такая сильная а една кучинца лаяла против слона и поради това си помислило че е много силно а другие собаки ей говорят че ты лаяш слон тебя даже не слышит а другите кучинца ему казват какво лаяш слона даже не те чуват на что моська ему ответила но я это делаю ради других собак чтобы другие подумали а което кучинца тут говорила азго правя заради другите кучинца что я такая крутая, такая сильная. Раз могу себе позволить лаять. И вот этот принцип работает. И този принцип работает. Так часто возвышают себя люди. С очень низкой самооценкой. Но на самом деле, что они делают? Они в этот момент показывают свой уровень. И в този момент показывают своето ниво за сожаление. Аз обикновенно казывам на такива хора. Вие знаете ли, кого унижавате сега? Когда обзываете или оскорбляете кого-то. Кого унижаете? Только самого себя. Согласны ли с Тим? Это правда. Твоя истина. Вы знаете, есть выражение матери Терезы. Оно мне очень нравится. Знаете ли, има един израст на майка Тереза. Я с Гохаресом много. Мать Тереза говорила. Майка Тереза казала. Что гордый человек. Гордый человек. Он всегда обижен. То есть винаги обиден. У него огромное раздутое эго. То есть огромное раздутое эго. Обидеть его можно чем угодно. Можете да го обидите с всичко. С каквото и да спомисли. Посмотрел не так. Сказал не так что-то. Погледнал си го не така. Казал си ему не така. Слова матери Тереза. Гордый человек требует к себе особенного отношения. И думите на майка Тереза са. Че гордый человек. Кто изисква к себе си особенного отношения. Вы должны ко мне относиться только вот так. Вие трябва да се относите к мен само така. Как я хочу. Така как то аз искам. Смиренного человека. Смирения человека. Обидеть невозможно. Но если это действительно смиренный человек. Ако то е действительно смирен человек. Его эго сокрыто во Христе Иисус. Неговото эго е скрит в Иисус Христос. Не попадешь. Не можешь да го улучшишь. Потому что он сокрыт в Божьей славе. Защото той скрыт в Божьей славе. И он не ждет в себе особенного отношения. И той не очаква к себе си особенного отношения. А просто продолжает любить. А просто продолжает да обича. Это слова матери Терезы. Това са думите на майка Тереза. Прекрасны слова, правда? Прекрасны думи на истина. И очень хорошо показывают вообще человечество. Те много добре показывают человечество. И вы знаете, в этом сокрыта очень большая созидающая сила. И знаете ли, в това е скрита много голяма созидаваща сила. И я открою последнее место. И ще утворю последнее место. Которое, конечно же, написано в первом послании к Оринфинам. Което, разбираюсь, и написано в первое послание к Коринфинам. В двенадцатая глава. Двенадцатая глава. И двенадцатая глава, последний стих. Двенадцатая глава, последний стих. Он звучит так. То есть звучит так. Тридцать первый стих. Ревнуйте. О дарах больших. И я покажу вам путь еще превосходнейший. Ревнуйте о дарах больших. И я покажу вам путь еще превосходнейший. В четырнадцатой главе апостол Павел пишет. Ревнуйте. О дарах духовных. Особенно о том. Чтобы пророчествовать. То есть апостол Павел почитал дар пророчества с самым высшим даром. Почему? И он объясняет. Потому что если я говорю на иностранных языках... За что то и да говоря святи языци. Меня никто не понимает. Никой няма да ми разберет. И церковь не назидает. И церковь не назидала. Но когда я пророчествую... Но когда я пророчествую... Церковь получает назидание. Но вы знаете, что есть дар еще более высший, чем пророчество? Но знаете ли, че има един дар, который... Един дар, который по-вищу дар пророчества. Брзваш, брзваш. Спешишь. Опережает меня, понимаешь, Ярдан. Вот 12 глава вот этим заканчивается. И начинается 13 глава. 13 глава завершил с това и започва 13 глава. И вся эта глава чему посвящена? И цяло-то та глава посвящена на какво? Она посвящена Божьей любви. На Божьей это любовь. Давайте мы немножко прочитаем. Дайте на Борзу да и прочитаем. Первое послание Коринфянам, 13 глава, с первого стиха. Первое послание Коринфянам, 13 глава, от первого стиха. Если я говорю языками человеческими и английскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимол звучащая. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое опознание, всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, то есть оказывает милость. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает всему верить, всему надеяться, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Аллилуйя. И конец 13 главы говорит так. И в край на 13 глава заказывает. А теперь пребывайте и три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Аминь. И на крае, что уста на тези трите. Вера, надежда, любовь. Но любовь-то и на их гуляма-то у тех. Аминь. И вот здесь, вы знаете, описывается дар любви. И знаете ли, тук се описывает дар на любовь. О том, что любовь, она долго терпит. За това, че любовь-то е долго терпелива. Оказывает много милости. Оказывает много милости. Не гордится. Не се гордеет. Не мыслит зла. Не мыслит зло. Все покрывает. Всичко покрива. Все переносит. Всичко претерпява. То есть любовь, она всегда действует. То есть любовь-то винаги действа. Оно дает поддержку. Дава поддержка. Вот что означает вот в этом принципе, унижающий себя возвыситься. Какво означава този принцип, че този, който се смирява, ще се возвыси. Я думаю, что он идет параллельно тому месту, где говорится, что если кто хочет быть большим, то будь всем как слуга. А я думаю, че този принцип се отнася параллельно к твое место, че който иска да бъде по-голям, нека да стане слуга. Можете со мной согласиться, что быть слугой это как-то немножко унизительно, правда? Можете ли да согласитесь с мен, че да бъдешь слуга и малко унизительно? Но вы знаете, Иисус Христос пришел на эту землю не в позиции царя. Но нали знаете, че Иисус Христос не дойде на тази земля в позиции на царя? Он пришел именно в позиции раба. Той дойде именно в позиции на раб. Он не пришел для того, чтобы господствовать. Той не дойде за да господство. Он пришел для того, чтобы послужить. Той дойде за да послужи. А мыть нам ноги. Да не умея краката. Дать нам какую-то колоссальную поддержку. Да не даде такого колоссална поддержка. Обнять нас. Да не пригорни. Выслушать. Да не слушай. Поддержать в трудную минуту. Да не поддржай в трудной минуте. Иисус Христос плачет с плачущими. Иисус Христос плачет с плачущими. И Он радуется с радующими. Вот такая личность Иисус Христос. И такой личностью и я хочу быть, подражая Иисус Христос. Знаете ли, в моей жизни вы не найдете, чтобы я кого-то оскорблял или кого-то унижал. Я думаю, что это жизни христианина, любого христианина. Потому что христианину нет смысла кого-то унижать. Дьявол этим занимается. Он клеветник, день и ночь. День и ночь им клевети нашите братья. Наша самооценка на христианите на достаточно высокого уровня. Почему? За что? Потому что Бог во Христе Иисусе за что-то Бог в Иисус Христос соделал нас именно царями и священниками Бога живого. Во мне сокрыто царское достоинство. В тебе, сестра, сокрыто царское достоинство. Ты дочь великого царя. Ти си дъщеря на великие царя. В тебе, брат, сокрыто царское достоинство. И скрыто царское достоинство. Когда у тебя достоинство на нормальном месте. Когато в тебе самие достоинство, то это нормальное место. У тебя даже не возникнет желание кого-то оскорбить. А в тебе даже няма да има желание да оскорбяваш кого-то и да было. Наоборот. Обратно. Желание кого-то поддержать. Ще има желание да поддържаш някого. Помочь. Да помогнеш. Но если ты великий царь. И ако това е великий царь. У тебя должна быть великая милость. Ако ти си великий царь, то в теб трябва да има велика милость. Ты легко прощаешь. Ти прощаваш много лесно. Легко милуешь. Много лесно помилваш. В твоем сердце, потому что живет великая любовь. Защото в твоето сердце живее велика любовь. Самого великого царя. На най-великий царь. Царя царей. Царя на царете. Нашего Господа Иисус Христа. Который пришел не для того, чтобы погубить. Който дойде не за да погуби. И не для того, чтобы осудить. И не за да усади. А для того, чтобы спасти погибших. А за да спаси погибших. Это его цель. Това е неговата цель. И сейчас я немножко вернусь к названию своей проповеди. И сега ще се верну назад к названию моего проповеда. Если по Ветхому Завету у человечества не было надежды. Все становилось только все хуже, хуже и хуже. Даже в избранном народе. Даже из-за избрания народа. Но такие уже катаклизмы пришли. Такие уже катаклизмы сошли. Что Бог сказал. Что Бог сказал. Израилю. Я не знаю, куда тебя бить. Израил. Не знаю, куда тебя бить. Ты уже весь изранен. Весь в язвах. А не знаю, где-то те удрям. За что-то те целят си в афрани. Поражен проказы. Поразен си с проказа. Но по Новому Завету у нас всегда есть надежда. Но по Новый Завет за нас винаги има надежда. Почему? За что? Потому что Иисус Христос, Он всегда рядом. За что-то винаги до нас Иисус Христос. И всякий, който призвав имято Господне, ще се спаси. И Дух Святой всегда рядом. И Святие Дух и винаги рядом до нас. И стоит вот только нам призвать. Помолиться. Само трябва да Го призвем, да се помолим. Во имя Иисус Христа. В имято на Иисус Христос. Господи, дай мне силу Святого Духа. Господи, дай мне силу Святого Духа. Иисус Христос говорит. Иисус Христос сказал. Если ты попросишь у меня хлеба. А ако ты мне помолишь за хлеб. Я не подам тебе камень. Аминь или не аминь. И если мы попросим Святого Духа. Ако не молим за Святие Дух. Бог всегда даст нам. Ако не молим Святие Дух. Бог винагисти не дадея. Утрясенной, преисполненной. Утрясенной мерой. Полна мерка старственна, приполнена. Вот я сегодня об этом. О том, что по Новому Завету. Не сговоря за Тво. Че по Новому Завету. Мы не несем Евангелие осуждение. Не, не носим Евангелие на усаждение. Какое Евангелие мы несем? Какое Евангелие носим? Мы несем Евангелие оправдания. Не носим Евангелие на оправдание. Так написано. Такое написано. Я доктор, да? А сам доктор. Ко мне на прием придет украинец. И при мен на прием идва украинец. Прямо с боевых действий. А кажу ли ему медицинскую помощь? Трябва ли да му окаже медицинская помощь? Конечно, я кажу. Разбира се, че ще му... А на следващий день придет ко мне русский. А на следващий день може да дойде руснак. И тоже с боевых действий. Също от боевых действий. И тоже ранен. Също ранен. А кажу ли я ему помощь? Конечно, я кажу. Да, разбира се. Потому что в моем сердце живет Иисус Христос. Защото в моето сердце живет Иисус Христос. И знаете, на национальном уровне... Знаете ли, на националном ниво... Как вот этот принцип работает? Как работает този принцип? Любая нация... Всяка нация... Которая возвышает себя... Която возвесяла себе себе... За счет унижения другой нации... За сметка на унижаванието на друга нация... Она будет в конечном итоге унижена. Тя в крайна сметка ще буди унизена. И любая нация, которая находится в позиции слуги... И всяка нация, която се намира в позиция на слуга... Как вот сейчас болгарская нация находится. Както, например, сега и болгарската нация... Она просто помогает украинцам. Тя просто помога на украинците. Бог ее рано или поздно... Вознесет эту нацию. Рано или късно ще възвеси. Потому что унижающи себя таким образом... За что-то унижаващи от себе си по такав начин... Ще се възвеси. Кто-нибудь скажет на это аминь сегодня? Давайте мы встанем, коротко помолимся. Пусть Бог нам даст сердце Иисуса Христа. Разум Иисуса Христа. Разума на Иисус. Познание Его воли, которая есть блага, угодна и совершенна. Познание на некогота воля, която е блага, угодна и совершенна. Потому что написано, в последние времена люди будут непростительны. За что-то написано, че в последнее время хората ще станат непростительны. Но пусть нас это не коснется. Но нека това не докосни нас. Пусть мы будем простительны. Нека не будем простительны. Прощаем, прощаем, прощаем. Правда? Прощавами, прощавами, прощавами. Покрываем, покрываем. Покривами, покривами, покривами. Ты в себе не можешь найти силу. У Бога всегда есть милость. И милость превозносится над всяким судом. Попросите сегодня у Бога силы, чтобы прощать, миловать, покрывать и служить. С тази любовь, с която служи сам Иисус Христос. Господь, благослови свою Церковь. Мы как Церковь сегодня должны являть пример. Пример прощения. Пример милости. Пример безгранична Божия любовь. Которые, когда Его распяли, Он благословил своих палачей и сказал, что Господи, прости им, ибо они не ведают того, что творят. Иисус Христос не возненавидел фарисеев. Он продолжает любить людей сегодня. Какими бы страшными грехами они не грешили, Бог всегда прощает наши грехи. Когда мы исповедуем грехи наши, то кровь Иисус Христа очищает нас от всякого греха. Спасибо Тебе, Господи, за Слово Твоё, за Твоё Евангелие, за Твою радостную весть, за то, что мы учимся жить по Твоим принципам, сеяние и жатвы, и не возвышаться, но служить. И рано или поздно мы пожнем, то, что мы когда-то посеяли. Хвала Тебе, Всемогущий Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя нашего Господа Иисус Христа, Аллилуйя, Аллилуйя, Аминь. Аллилуйя, Аминь. Будьте благословены. Будьте благословены. Слава Богу. Слава Богу. Наталья Анатольевна.